всем привет сегодня плавим алюминий и плавим из всего что у меня уже осталось последние остатки алюминия больше нет это более-менее какое-то качество будет а вот это вот такая муть пират тихо это собачка сбила так и плавите это был в одной куче прошлом видео позапрошлом я показывал вам вот эту заготовку то есть в одном видео отливал в другом фрезеровал и вот показал прошлый раз что вот она дно заготовки как я выливал здесь чисто и чем выше кверху тем больше пузырей появляется и многие из вас написали что это от того что алюминию застывает не успевает пузыри выйти как алюминий уже застывает и многие из вас предложили я в общем-то выбрал как по рейтингу ваши комментарии многие предложили чтобы выливать надо прогретую заготовку и к тому же еще потом ее прогревать горелкой но я буду прогревать паяльной лампой поэтому я решил сегодня сделать наподобие что и раньше предлагали остужать алюминий в печи в печи этот процесс как-то слабо регулируется контролируется то есть туда поставил как вот я сделал у меня закипел то есть испортил я его я сегодня сделаю вот так выливать я буду вот в эту банку я его конечно обожгу помою потом обожгу дальше и вот в этот тигель установлю ее когда уже обожгу и обсыплю песком и пока будет плавиться алюминий уже в этом тигле в этом горне я эту полностью форму всю буду предварительно прогревать хорошо прогревать раскалять паяльной лампой то есть получается алюминий буду выливать в раскаленную форму и дальше уже буду следить по мере застывания ну то есть хотя бы после заливания хотя пару минут я еще буду греть сверху потому что здесь по идее должна раскалиться от лампы раскалиться я отолью и буду еще сверху прогревать и посмотрим что из этого выйдет все разжигаем горн плавлю пока алюминий в это время занимаюсь формой ну и по ходу что смогу вам покажу форму обжег горн уже расходится уже можно ставить тигель ставлю тигель сначала я обычно так и делаю так раскалиться но и тогда уже начинаю кидать алюминий пока форму установил для отливки уже алюминий начал плавиться она наверно пошло сейчас этот кусок первый раз плавится и закину сколько влезет а с формой вот что вышло у меня вот так вот это все будет ну хоть затыкал тряпкой все равно пока засыпал песок несколько песчинок попала туда не знаю повлияет это нет ну и все как раз плавится алюминий или последнюю закладку сделаю когда алюминий начну ее раскалять покажу вам не знаю увидите вы нет но песочек попал вон поэтому я решил сделать хоть конем я сейчас попробую вот так вот водой заливаю песок вот водой заливаю и потом лампой буду греть рассчитываю на то что вода вся выпариться форма окаменеет мне можно будет перевернуть и высыпать вычистить эту форму вот так попробую сейчас я сделать прогревается алюминий уже расплавился шлак убрал сколько было кроме вот этого вот это вот шлак это действительно шлак он легкий как пух и со дна между прочим много-много шлака я собрал со дна то есть ковыряю ковыряю со дна поднимается шлак вроде вычистил сейчас еще прогреется еще раз соберу и можно будет выливать начинаем выливать а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть остывает... А потом посмотрим, что вышло... Так, ну всё, прошло энное количество времени... Алюминий застыл, но ещё горячий... Я уже успел уработаться, полдевятого утра, уже на улице 30, мокрый весь... Так, теперь, короче, попробовал вытащить форму, она не вылазит, поэтому я сейчас вместе с тиглем, со всем песком в ведро кунуда и всё... И пусть остывает... Ого! Вы видели, тигель горячий... Сейчас поближе сделаю... И будем поливать... А я его на бок завалю... Отъел... Отъел... Так, и песок весь выкипит сейчас... Ну, прошло по времени где-то около часа... Так, вот я его залил, оставил... Ушёл заниматься своими делами... И вот он ещё такой горячий до сих пор... О, ёлка... Так, для тебя здесь ещё надо получше... Вот... Ну, дальше, думаю, ничего интересного... Как форму буду разворачивать, покажу... Достал весь песка эту заготовку... Вот что получилось наверху... Усадки никакой... Всё нормально пока... И теперь распечатаем её... Вот... Может вылезет... Ни-ня... Вылазить не хочет... Думал, может хоть полбанки останется на другую форму... Вот... Ну, прикипело что ли... Обычно с формой алюминиевой лази... Выпрыгивает аж... А может быть... Как раз таки... Чуть-чуть песочкой сыграла свою долю... Смотрите... Дно как будто прилипло... Угу... О... Всё... Вот такая получилась пока заготовка... Раковины есть... Поверху... Вот такое дно... Так... Ну и теперь, если у меня сейчас получится... В тиски зажать фрезерную приставку... Такой диаметр... То мы сейчас фрезой вот так пройдем... Чтобы было видно как раз и дно... И вверх... Где какие пузыри... Где какие раковины... Всё... Теперь к станку... Заготовка зажалась не по центру... Ну... Постучал по ней... Вроде крепко стоит... Буду надеяться, что фреза всё-таки её не вырвет... Начинаем... Так... 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 недочет приставка уперлась у меня заднюю бабку на бабку отодвинуть смотрите или вернее центр надо убрать сейчас продолжаем где закончили а что у нас получается что он получается есть раковины все равно видите что творится чуть-чуть есть да я же забыл вам сказать в каждом дубле думаю сейчас скажу и забывают я же сегодня плавлю никакого цинка никакой меди никаких флюсов ни сода ни соль и просто расплавил алюминий и вылил вот в такую прогретую форму ну и к тому же это алюминий видели какой был поэтому может быть для такой плавки нормально это не знаю сейчас я прибавлю оборотов и миллиметр еще сниму поглажи было смотрим может лучше будет видно что-то прибавлены оборотов а 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 она а а Продолжение следует... Продолжение следует... Вот туда-то. Обороты прибавил, стружка во все стороны летит. Так, ну, сейчас сниму и посмотрим, что там происходит. Ну, вот что получилось в итоге. Короче, надо экспериментировать, потому что... Сейчас вот я попробовал, я же говорю, без флюса, без ничего, без цинка. Вот такие вот раковинки есть. Дальше надо будет теперь мне попробовать еще так же в прогретую форму с цинком и с флюсом. Если будет разница, значит, то, что мне люди пишут, что отливаю без всякого флюса, это, наверное, миф. Потому что большинство людей все-таки используют и цинк, и флюс, и отливки у них покачественнее, чем просто так плавить. Ну, еще, возможно, я же вот вам говорил в одном видео, что когда обрабатываешь резцом заготовку, резец зализывает алюминий. И многие вот из этих пор, если бы я сейчас обрабатывал в токарном бы, ну, резцом, то вот много из этих пор, которые сейчас есть, они бы были не видны, они были бы зализаны резцом. А фреза как раз таки открывает поры. И вот тут, если смотреть по порам, получается, они равномерно. То есть, вот оно дно, вот оно дно. Вот оно вверх. А поры распределены равномерно. Что это опять такое? Закипеть он у меня теперь не мог. Просто там не было в форме такой температуры, чтобы он начал кипеть. Как вот у меня раз закипел в печке, в горне. Поэтому, не знаю. Жду ваших советов, комментариев на этот счет. Может быть, потому что это просто первая отливка. Хотя при вас я делал первые отливки, намного лучше и качественнее. Поэтому, не знаю. Все. На этом, наверное, всем удачи, всем пока, здоровья, побольше денег в дом. А следующее видео, наверное, уже точно будет весть из полей. Потому что, уже даже сегодняшний выходной нам дали с большим таким трудом. Через 2-3 дня у нас начинается уборка. Комбайны готовы. Уже даже обкашивают поля. Так что, 2-3 дня, и мы убираем хлеб. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok